Многие из них успешно работают там, где порой здоровому человеку не хватает упорства. Многие потенциально заряжены на творческую работу, рисуют, чью, занимаются плетением. Многие делают невозможное и, развивая себя, становятся успешными. Их успех самореализации – пример для многих. Формирование социальной успешности лиц с ограниченными возможностями – вот эту тему мы обсудим с сегодняшними нашими гостями, которые не понаслышке знают о правах и проблемах людей с особыми потребностями. Прежде чем приступить к обсуждению темы, я хотела бы представить гостей нашей студии. Это Виктория Бацан, менеджер по связям с общественностью, ассоциации «Мотивация». Роман Банарь, активист по правам лиц с ограниченными возможностями и недискриминации. Ксения Семенчук, специалист по связям с общественностью, Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Молдове. Добрый день, я приветствую вас в нашей студии. И прежде чем начать обсуждать эту тему, я хотела бы предложить посмотреть сюжет, подготовленный съемочной группой «ГГУЗ Медиа», и далее приступить к обсуждению уже самой темы. Проблемы людей с ограниченными возможностями до недавнего времени были необсуждаемой темой в обществе. За последнее время в Республике Молдова было подпринято некоторое усилие по социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями. Конечно же, это стало возможным только в ответ на принятие конвенции по правах января 2006 года и в ответ на лоббирование, прежде всего, общественных организаций, которые боролись за права лиц с ограниченными возможностями, наше государство предприняло некоторые нормативные усилия. В частности, приняло стратегию по интеграции лиц с ограниченными возможностями в 2010 году и в 2012 году, приняло специальный закон, закон о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями. Государство берет на себя ответственность и обязанность поддержки лиц с ограниченными возможностями. Николай относится к числу молодых людей с активной жизненной позицией, хоть и относится с детства к числу людей с ограничениями здоровья. Он закончил учебу в педагогическом колледже по специальности социальное обеспечение. Вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями актуален в обществе. Человек с ограничениями физическими может иметь большой потенциал для интеллектуальной работы, но работодатели, как правило, неохотно рассматривают такие предложения. Попытки трудоустройства были, мне конкретно не отказывали, но просто на данном этапе, когда я подходил, вакантных мест не было, и как бы не получалось пока трудоустройства. На сегодняшний день государство не создает само дополнительно рабочих мест, не пока продумало механизмов полностью стимулирования для того, чтобы действительно на работу принималось лицо с ограниченными возможностями, может быть, работодателю выплачивалась бы какая-то компенсация за адаптацию рабочего места. Многого в законодательстве Молдовы еще нет, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя защищенными государством. Но человеческая забота и проникновенность порой делают невозможное возможным. Надежда закончила 9 классов по программе инклюзивного обучения. К школьному психологу она прибегает и сегодня, только у Жени как ученица, а как сотрудница лицея. На протяжении 9 лет для Надика, сын учащейся нашего учебного заведения, реализовывался индивидуально-образовательный маршрут. В прошлом году девочка закончила гимназический цикл обучения. И возник вопрос, что же будет дальше? Сможет ли Надя устроиться на работу? Появится ли у нее возможность зарабатывать себе на жизнь? Понимая, что учитывая те способности, которые есть у Нади, возможности, мы задумались над тем, можно ли Наде помочь. Чувствуя ответственность за ее будущее, мы предложили ей работу в нашем учебном заведении в качестве технички. Надя уже на протяжении трех месяцев работает под руководством старшего наставника. У нее получается, она с охотой идет на работу. Изменилась ситуация и дома, она стала более ответственной. Проблемы людей с ограниченными возможностями в Молдове все чаще поднимаются НПО. Продвижение их прав, привлечение внимания общественности и публичных органов к терпимому отношению и создание инфраструктурных условий, издание брошюра о правах таких людей. Эти вопросы в фокусе зрения все еще очень маленькой части общества. Я считаю, что наше государство, наши общественные организации еще не полностью готовы принять людей с особыми потребностями. Хотя я считаю, что если человек любит и хочет работать по своей профессии, он ничем не хуже, а даже лучше может справиться у любого здорового человека. Конечно, мы еще достаточно далеко находимся от той нормальной стадии выполнения, соблюдения прав лиц ограниченной возможности. Допустим, с теми же европейскими странами, где адаптировано абсолютно все. И дороги, и тротуары, и санитарные узлы, и, естественно, рабочие места. Где лицо с ограниченной возможностью чувствует действительно себя человеком абсолютно одинаковым со всеми остальными. А здесь нам необходимо, нашему обществу необходимо учиться, во-первых, признавать эти права, признавать этих людей такими же равными, как и мы все остальные. И, естественно, помогать людям при трудоустройстве. В молдавском обществе все еще существует осторожное отношение к людям с ограниченными возможностями. Но все же от государства они продолжают ждать большего внимания. Я считаю, что государство должно открыть орган, который специально будет ориентирован на то, чтобы именно обучить и трудоустроить людей с особыми потребностями. Также на сегодняшний день существует проблема у нас на территории республики такая, что люди после 18, которые имеют ограниченное здоровье, с ними конкретно нигде не занимаются. Более того, мы знаем, что очень много людей, которые имеют старше 18, и их родители уже в пожилом возрасте, и как бы они не знают, как дальше будет продвигаться жизнь ребенка. И вот это очень, я считаю, что проблемная ситуация. Я на сегодняшний день хотел бы получить работу, чтобы я был уверен в завтрашнем дне, и чтобы я мог полноценно обеспечивать свою семью и реализоваться в жизни. Для социальной успешности людей с особыми потребностями немаловажным фактором является, конечно же, их трудоустройство. Виктория, первый вопрос будет адресован к вам. Многие люди с особыми потребностями довольно осторожны к участию в активной работе. И вы в организации «Мотивация». Почему и чем вы занимаетесь? Ну, Ассоциация «Мотивация» имеет опыт более 16 лет в области лоббирования прав людей с ограниченными возможностями. И на данный момент основные наши деятельности направлены на поддержку в трудоустройство данной категории людей и создание условий доступности. Что касается трудоустройства, это, конечно, очень объемная работа. И тут очень важно быть нацеленным. Мы работаем индивидуально с каждым человеком, который к нам обращается. И, конечно же, с работодателем, потому что это немаловажный фактор. Уметь вести диалог с ними. И чтобы когда уже мы пришли именно с молодым человеком, который хочется устроиться на работу, чтобы он был подготовлен, чтобы он смотрел на это, как видел, во-первых, способности человека, а не его инвалидность. Потому что очень много ребят есть действительно, которые хотят, которые могут трудиться, и нужно только создать условия доступности на рабочем месте. И даже в этом репортаже, который мы смотрели, была затронута тема и важность, важную роль государства в поддержке работодателя. Тут можно сказать или привести пример Польши, где есть специальный фонд, где работодатели, которые не могут, не хотят или не могут на данный момент трудоустроить людей с ограниченными возможностями, они платят небольшой налог, и эта сумма уходит для оборудования рабочего места в других компаниях, которые открыты, у которых есть какие-то условия, они как бы помогают в этом плане. То есть очень хорошие примеры в этом плане. Есть ли какая-то динамика поведения работодателей по отношению к этим людям? То есть она поменялась или наоборот ухудшилась, улучшилась, на Ваш взгляд? Из опыта нашей организации я скажу, что последние несколько лет к нам обращаются все больше и больше работодатели. Они, допустим, видели наш социальный ролик на телевидении, на радио, и они сами приходят, часть из них открыта, они сами говорят, что вот мы на первом этаже, допустим, у нас адаптированы офисы. Мы очень хотим, и хотим, чтобы у нас тоже были трудоустроены, хотим попробовать трудоустроить человека с ограниченными возможностями. Но опять же, это все-таки очень трудоемкая работа, и очень много работодателей еще пока не знают законодательства в этой области, и что им нужно делать. И тут нужно очень много информации, очень нужно работать. И тогда, когда в офисе будут работать люди с инвалидностью и без, тогда стереотипы совсем как бы со временем, они сотрутся. Ксения, следующий вопрос я хотела бы вам адресовать. В одном из интервью для республиканских СМИ, правда, это было в 2016 году, вы сказали, что в Молдове права людей с особыми потребностями на уровне Средневековья. Вы до сих пор придерживаетесь такого мнения? Я, конечно же, тогда в 2016 году, думаю, что после того, как обозначилась, скажем так, уровень соблюдения прав людей с ограниченными возможностями, наверное, дала все-таки расшифровку, какие конкретно права нарушаются больше всего. Конечно же, я рада признать, что с 2016 года по сегодняшний день некоторые вещи изменились, и все-таки ситуация с соблюдением прав людей с ограниченными возможностями идет вверх с точки зрения того, что мы на сегодняшний день видим, что появляется больше активистов среди самих людей с ограниченными возможностями в разных регионах страны, причем они более активно отстаивают свои права. Они также информируют своих сверстников и их семьи о том, какие нужно предпринимать шаги в том случае, если ты был подвержен дискриминации. Более того, Управление ООН по правам человека с тех пор, как запустило программу по защите, продвижению и поддержке прав людей с ограниченными возможностями по обеим берегам Днестра, эта программа осуществляется при финансовой поддержке шведского посольства и Евросоюза, мы заметили, что молодые люди с ограниченными возможностями на самом деле очень хотят работать. Они хотят создавать партнерство, они хотят создавать услуги, которые будут направлены на то, чтобы качество их жизни, и мы именно это имеем в конечном результате в виду, что все, что мы говорим о правах человека, чтобы те, кто нас сейчас слушают, поняли простым языком, права человека — это не что-то абстрактное, права людей с ограниченными возможностями. Они в итоге, их соблюдение и все, что касается продвижения и соблюдения прав человека, оно в итоге ведет к улучшению качества жизни. То есть у тебя доступ к качественному образованию, ты, закончив университет, можешь найти место работы, можешь работать и можешь активно участвовать в социальной, экономической, культурной жизни страны. И таким образом общество становится более разнообразным, и таким образом у нас есть в обществе всем, а не каким-то определенным людям, принадлежащим каким-то определенным категориям. То есть в конечном итоге мы хотим добиться этого, чтобы каждый человек с любой ограниченной возможностью, которая по сути является ограниченной возможностью, не потому что это человек такой, а я хочу здесь как раз провести такую параллель небольшую, может быть для кого-то это будет определенной новостью, но ограниченная возможность, она относится совершенно к другому, к окружающей среде. Эта окружающая среда нас ограничивает. Во всяком случае, я считаю так относительно к себе, и очень многие люди считают так же и оскорбляются, когда, к сожалению, до сих пор и в масс-медиа, и в других учреждениях, когда они приходят получать определенные услуги, они слышат слово «инвалид», они слышат слово «инвалидность» и всё, что с этим связано. То есть мы должны понимать, что у нас сегодня совершенно другой подход к ограниченной возможности, и с этого всё начинается, когда ты рассматриваешь человека и Личность, а не ту ограниченную возможность, которая у него есть. Спасибо. Роман, как Вы считаете, существует ли инклюзивная культура в Молдове сегодня? Этот вопрос можно разделить на две части. И именно где мы можем поставить вопрос, какая группа будет принять внимание права людей с ограниченной возможностью? То есть инклюзивная среда будет в той области, в той группе, где люди уже работают с людьми с ограниченными возможностями, кто знает их потребности, их проблемы. А если взять другую группу, которая не имеет никакого связи с людьми с ограниченными возможностями, то для них, если скажем, к примеру, права людей с ограниченными возможностями на работу, они скажут, а не лучше, чтобы они сидели дома или в школе идти. То есть есть некоторые категории людей, которые не поймут и в нынешний день, для чего нужна эта социальная инклюзия людей с ограниченными возможностями. И это не является только для людей с ограниченными возможностями. Тут мы можем говорить и о других меньшинствах. То есть в Офис ООН по правам человека в Молдове в 2016, если не ошибаюсь, сделало исследование, при каком они вычислили проблемы инклюзии. Именно две проблемы, которые мы будем сейчас хотеть бы сказать. То есть мы имеем люди с ограниченными возможностями, как визуальные, накомоторные, которые являются... То есть люди готовы принять их в общество. Но если мы будем говорить насчет людей с психосоциальными возможностями, то большинство из респондентов сказали, что они не готовы жить в такой категории людей по соседству или даже быть и друзьями и так далее. То есть есть и категории людей, которые еще не готовы для социальной инклюзии. Но мы продвигаемся в этом. И Ксения даже сказала насчет этих групп ауторепрезентаций, как это будет на русском. Представляющие себя в обществе. Или ты имеешь в виду малопредставленные группы? Те группы, которые представляют себя и говорят о своих правах сами, активисты. Благодаря этому уже... Большое количество таких людей есть. Я только хочу дополнить Романа, поскольку он сказал про исследование, которое было осуществлено Управлением ОМО по правам человека совместно с Офисом народного адвоката в 2015 году. Самый интересный факт, что помимо того, что Роман сказал, практика доказывает... Исследование показало то, что чем больше общество на разных уровнях сталкивается с людьми из малопредставленных групп, в том числе и людьми с ограниченными возможностями, в качестве работников, в качестве, ну в школе, в качестве, допустим, учеников, в качестве соседей, в любом другом качестве, это социальное расстояние, оно сокращается в геометрической прогрессии. То есть люди начинают принимать, мы начинаем принимать друг друга совершенно на другом уровне. А как вы думаете, с чем это связано? Это связано с тем, я вам сейчас скажу, вот с 2016 года Управление ООН по правам человека координирует, но в принципе это на уровне ООН в Молдове. Мы запустили программу по стажировкам для людей из малопредставленных групп. В том числе туда входили ребята с ограниченными возможностями из разных регионов, которые проходили практику в разных департаментах ООН. И мы на своем примере и наши коллеги, вот первая, о чем, первая, скажем так, реакция, первую, которую я получила от наших коллег, это была такая реакция, что вот действительно ведь мы знаем о том, какие существуют проблемы на сегодняшний день, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Но когда этот человек сидит с тобой бок о бок, и, как говорится, каждый день вы рассматриваете определенные ситуации, где ты даже подумать не можешь, что то, что ты делаешь, может быть в какой-то мере неинклюзивным, недоступным, непригодным для того, чтобы это использовалось и воспринималось определенной категорией людей, то вот когда человек тебе говорит об этом и показывает наглядные примеры, вот этот веб-сайт, он недоступен для человека, у которого нет зрения, либо у которого слабое зрение. Вот данные, скажем так, брошюры или, допустим, данный журнал, он не написан таким языком, чтобы его поняли дети, люди пожилого возраста, чтобы его поняли, прежде всего, люди с психосоциальными, интеллектуальными ограниченными возможностями. И ты начинаешь смотреть на это совершенно другими глазами. То есть это вот то, что мне сказали коллеги, которые общались и консультировали определенные вещи, которые собирались потом выпускаться дальше с людьми с ограниченными возможностями. То есть вот само расстояние сокращается таким образом, что ты видишь мир глазами этого человека, и ты понимаешь, что по сути нет никакой разницы между тобой и человеком, у которого просто, может быть, есть какие-то проблемы со здоровьем, какие есть и у тебя, просто они незаметны. И ты можешь их легко скрыть. А то, что человек не может скрыть эти проблемы со здоровьем, скажем так, это не говорит о том, что ты ставишь на него клеймо, что он человек с ограниченными возможностями. То есть сами люди с особыми потребностями раскрыты или они тоже нуждаются в том, чтобы раскрыть себя, помочь себе тоже? То есть одно дело, когда принимает общество, а с другой стороны, когда ты сам себе закрываешься. В этом-то и есть тоже определенный аспект. Очень многое зависит от ситуации, конечно. Если мы говорим о людях с ограниченными возможностями, которые обучались в специальных учреждениях, которые прожили очень большой отрезок жизни в интернатах, в учреждениях, где не было возможности им общаться со всеми, скажем так, взаимодействовать с обществом так, как это делаем мы, конечно же, есть очень большая проблема. Когда эти люди хотят найти работу и уже, как говорится, начать независимую жизнь в любом сообществе, где они хотят, в любом городе, в любом регионе страны, этим людям нужна очень большая поддержка. Потому что изначально очень низкий уровень мотивации, неуверенности в себе, может быть, какая-то боязнь к тому, что все, что ты начнешь, не получится. Поэтому, конечно же, поддержка нужна очень большая. И среди наших ребят-стажеров тоже были ребята, с которыми нужно было дополнительно работать. Мы были психологами, мы были и просто людьми, которыми нужно было выслушать, направить, посоветовать. Сказать, что это просто стажировка, у меня просто не повернется язык сказать. Потому что со всеми нашими стажерами мы и наши кураторы в рамках других агентств и партнерских учреждений, с которыми мы тоже проводим такие вот инициативы, они беседовали, постоянно советовали, что-то находили вместе, какую-то работу в интернете искали, давай посмотрим, подойдет, не подойдет, давай вместе напишем мотивационное письмо, давай вместе CV. То есть это такая работа, которая длится днями, а иногда, поверьте, месяцами. Поэтому нужна поддержка, нужна помощь, потому что... И это не потому, что это люди с ограниченными возможностями, а потому что, к сожалению, ввиду того, что наша система, подчеркиваю, система не дает возможности людям, у которых есть определенные проблемы, ограничения по здоровью, не дает возможность человеку получить качественное образование и поддержку в том же детском саду, в той же школе, в том же университете, наравне со всеми остальными. Вот поэтому потом с этим человеком нужно долго работать и оказывать ему поддержку, чтобы вернуть ему уверенность в себе и мотивацию делать что-то дальше. Ну и немаловажная семья здесь играет важную роль, когда родители могут закрыть этого ребенка и ограничить общение со своими сверстниками. Виктория, следующий вопрос хотела бы задать вам, спросить, как вы считаете, есть доступно ли образование для людей с особыми потребностями сегодня у нас в Молдове? Принимаются разные законы, внедряются инклюзивные образования, но насколько оно эффектно? Я немножко, прежде чем вернусь к образованию, хотела дополнить, что действительно практика показывает, что когда действия, да, изменения не происходят быстро, если действия только сверху, да, от государства. А вот самое идеальное, это когда сами же люди с ограниченными возможностями, они как бы, они обучены, да, допустим, мы в организации работаем с инициативными группами, у нас есть семь инициативных групп в разных регионах страны, и они обучены взаимодействовать с органами власти, они проводят в своих местностях, регионах флешмобы, разные мероприятия, они меняют, как бы мониторят на доступность, делают разные мероприятия, и очень уже эти результаты видны, да, в течение мероприятия, после мероприятия. И тут они настолько, эти изменения в лучшую сторону пошли, потому что эти молодые люди, они мало того, что лидеры в своих регионах, они решают не только свои проблемы, когда мы говорим о доступности, но и проблемы людей, которые имеют, допустим, пожилого возраста, это молодые мамы, у которых дети в коляске, да, у них тоже есть проблемы передвижения в городе, то есть они как бы смотрят дальше своих проблем, и тут очень важно действительно выявлять больше таких молодых людей, лидеров в своих регионах, которые могут изменить, и это всё меняется, начиная с себя, да, потом уже происходит в обществе. Что касается образования, да, есть определённый успех, но тут немаловажную роль играет то, чтобы эти дети, как говорила Ксения, они не учились отдельно, да, в каких-то спецшколах, а учились в общеобразовательной системе, потому что в чём проблема, допустим, к нам приходят молодые люди трудоустраиваться, да, но если у них нет как бы элементарного образования, то дальше очень тяжело трудоустроить, даже неважно, насколько хороши эти ребята, без... и другая проблема в том, что качество образования полученного дома очень низкое, и если у большого части этих ребят не было возможности выйти из дома, не было доступности, и они получили образование дома, всё-таки им сложно противостоять конкуренции, когда они хотят дальше поступить, то есть более на высшую ступень, и это опять же сложность. Всё начинается всё-таки интеграция с доступностью, и это не только пандус, или, да, а доступность, она и информационная, она есть очень, как бы, она, доступность, она должна включать все категории людей с ограниченными возможностями. Да, ну вот казалось бы, когда мы говорим о доступности, чтобы те, кто нас сейчас смотрят, поняли, о чём идёт речь, действительно, очень многие подразумевают только физическую доступность, то есть это адаптированный вход, пандус, инфраструктура, да, то есть всё сводится к инфраструктуре. На самом-то деле я вижу 5%, вот всего из 100%. Когда я обучалась в общеобразовательной школе, конечно же, для меня первое время было очень тяжело привыкнуть к тому, где находятся классы, какие номера на кабинетах. У нас постоянно уроки были в разных кабинетах, и кабинет физкультуры, вот спортзал мне всегда было очень тяжело найти, там было очень много ступенек постоянно. То есть я к чему веду? К тому, что ребёнок с ограниченными возможностями зрения, с ограниченными возможностями слуха, потому что здесь мы говорим о том, что должно быть максимально всё везде написано, чтобы человек не чувствовал себя дискомфортно, и ввиду того, что у него есть ограничение слуха, не спрашивал, не искал возможности, чтобы найти, зависеть от кого-то и спрашивать, где что находится. Мы имеем в виду визуальную доступность и увеличенные, конечно же, адаптированные материалы, крупным шрифтом, специальные средства вспомогательные, которые помогают человеку прочитать ту или иную информацию ребёнку. То есть, конечно же, у нас есть ресурсные центры в рамках школ общеобразовательных, где пилотируется инклюзивное образование. Но нужно всё-таки задать вопрос, насколько эти ресурсные центры адаптированы, и получают ли слабовидящие детки должную помощь, есть ли у них возможность получать адаптированные материалы, читать адаптированные учебники, пользоваться лупой, очками. То есть, конечно же, на сегодняшний день у всех такая возможность есть. И вот об этом прежде всего надо говорить. Конечно же, он пришёл в школу, родители его привели, но качество образования будет оставаться под вопросом, и на сегодняшний день во многих случаях это зависит от инициативы педагога, от того, насколько он расположен для того, чтобы обучить этого ребёнка. Конечно же, есть история успеха. Я очень рада, я слышу всё больше положительных примеров, когда учитель сам по своей инициативе увеличивает странички учебника, тексты, да, и приносит, значит, на ксероксах, приносит материал ребёнку и занимается с ним по той же программе, но просто, чтобы у него была возможность не отставать и идти в ногу со сверстниками. Но это единичные случаи. Всё-таки надо решать проблему системно. Я хотел бы добавить тут... В прошлом году, то есть в 2017-м, я сделал исследование насчёт дискриминации в школах именно лиц из групп меньшинств. И особый подход был обращён к лицам с ограниченными возможностями, то есть к детям. И в этом исследовании я поставил ещё один пункт, связанный с мнением детей насчёт инклюзивного образования. И в вопросах я поставил, как адаптированная школа, то есть пандус. Не только пандус, то есть тут мы имеем в виду и класс, если широк этот класс для Колясочникова, если есть туалет, адаптированный для этих людей, потому что у нас, как традиция, сделали пандус, а остальное забыли. Насчёт информационной доступности. Опять же, был вопрос, и все моменты, которые мы сейчас говорили, и Ксения, но, к сожалению, дети ответили в шкале 1 до 5. Они поставили на все вопросы, связанные с инклюзией лиц с ограниченными возможностями, все по одному. То есть дети не видели никакой доступности для детей с ограниченными возможностями. И это помимо того, что мы имеем и стратегию по социальной инклюзии лиц с ограниченными возможностями, и закон, и стратегию по едукатию инклюзиву. Да, инклюзивное образование. Кодекс. Эта стратегия по инклюзивному образованию является с 2011 до 2020 года. Но, к сожалению, ещё есть много работы. То есть, принимая законы, можем говорить о том, что государство, приняв законы, даже они не исполняются должным образом. Хорошо. А инфраструктура городов, сёл, были ли такие исследования? Тут исследования не нужны, потому что всё очень красиво видно, что этого и доступности нет. Коё-что пытаются сделать насчёт доступности для колясочников. Ничего не делается для людей с визуальными проблемами, ничего не делается для психосоциальными, то есть, есть ли для них специальные индикаторы, указатели. Этого нет. Ни транспорт не адаптирован, ни инфраструктура зданий. Практически всё на нулях. То есть, есть где-то, кто пытается что-то сделать, а большинство, если сделали, сделали эти пандусы или все адаптации не по стандартам государственным. Ну да, можно говорить, если говорить о пандусах, то они сделаны только для того, чтобы получить разрешение для запуска. Не стоит забывать, что иногда сами родители ставят барьеры, да, они не хотят, чтобы их ребёнок, если он без заграничных возможностей, учился вместе. Хотя, в принципе, по факту всё случается наоборот. Когда такой ребёнок появляется в классе, детки стараются помогать, и они сами меняют своё мнение, и эти стереотипы вообще стираются со временем. То есть, это как-то... Ребёнок не тормозит класс, как считают многие родители, а наоборот, они делают этих детей более открытыми и понимают, что значит инклюзия уже на практике, когда общаются с ними. Мы не раз обсуждали эту тему у нас в студии, и, в принципе, не раз поднимался вопрос, что есть проблема в родителях, которые закрывают своих детей, не разрешают им посещать школы по определённым причинам, что с их детей могут смеяться или относиться не так, как... Но, наверное, нужно сказать, что порой это всё вымышленно, ввиду того, что есть много детей, которые относятся к этому довольно-таки с пониманием. И я хотела бы задать следующий вопрос вам, Виктория. Можно ли считать, что одним из основных факторов успешной интеграции это стремление самого человека быть интегрированным? То есть мы уже говорили об этом, но на ваш взгляд вы часто встречаетесь в ассоциации с такими людьми и настрой самих людей какой? То есть, и как, я не знаю, прослеживаете ли вы чаще? Это люди с городов или обращаются люди с населённых пунктов? Потому что здесь тоже нужно поставить или отметить то, что люди с особыми потребностями, которые выросли в городе, они более открыты, они более адаптированы, чем в сёлах. По поводу трудоустройства? Ну, большинство ребят, которые обращаются к нам, это обычно бенефициари с 16, где-то до 40 лет примерно, то они где-то, наверное, на 60% всё-таки сёл, потому что там элементарно и более на низком уровне доступность, но и уровень трудоустройства меньше. То есть им гораздо сложнее. В Кишинёве состоит как бы чуть-чуть лучше, но всё же и в Кишинёве как бы мы работаем над тем, чтобы больше людей знало и как бы легче принимало этих людей. Ну, конечно же, социальная интеграция зависит, во-первых, от тебя, как ты, ну, от твоих желаний, как ты стремишься, от твоих мотиваций, и всё начинается с тебя. Потому что если у тебя есть цель и у тебя есть желание работать, я думаю, что всегда будет, откроется возможность. Это я не раз как бы убедилась. У меня тоже есть, ну, локомоторная проблема с детства, но это как-то никогда не было барьерой, чтобы получить образование высшее. Да, я ходила в университет каждый день и поднималась на четвёртый этаж, хотя там не было лифта. И далее уже с факультета уже начала работать на радио, на нескольких радиостанциях. И то, что даже говорила Ксения, подключаюсь, я проходила эти стажировки. Первого выпуска я стажировалась в агентстве «Юан Вимен», стажировалась в информационном портале «Ньюзмейкер». И как журналист это тоже мне помогло. И в том году мне открылась очень хорошая возможность это быть соведущей церемонии ООН по правам человека, где давались премии лучшим организациям, которые достигли успеха в том году именно в правах человека. И это был ещё один шаг, наверное, для того, чтобы улучшить свои возможности, себя. И далее я после этого и начала работать мотивацией. Мне очень нравится. Вы перечислили некоторые моменты, где вам приходилось работать. Также, готовясь к программе, я изучила ваше внеурочное занятие, то есть вне работы. Вы очень активный человек. Чем вы ещё любите заниматься? Я хотела, чтобы вы это сказали. Ну, в свободное время плаваю. Хотя даже не в свободное время. У меня это поставлено так очень... Где-то три раза в неделю хожу на плавание. И неважно, какой был загруженный день, я всегда с рюкзаком. Мои коллеги даже иногда смеются. Там дождь, снег, а Вика с рюкзаком и на бассейн. Для меня это как бы что-то абсолютно нормальное. А также в свободное время я иногда пою, веду блог. То есть, я не знаю, веду, в принципе, обычный активный образ жизни. При трудоустройстве приходилось сталкиваться с какими барьерами, как их преодолевали? Из личного опыта. Лично у меня вообще не было проблем в трудоустройстве. Единственный дискомфорт, это, конечно, всегда, наверное, ступеньки. Потому что, хотя у меня есть ограниченные возможности, я их не чувствую и о них не думаю. Только когда передо мной сои такая очередь этих... Лестница большая, то тогда я как бы думаю. Думаю, как я это всё... Ну, немножко отдыхаю и вперёд. То есть, как-то меня это не останавливает. Я знаю, что у нас, к сожалению, отсутствует доступность, поэтому я... Уже настроены на это, когда идёте, знаете о том, что особо доступности не будет. К сожалению, да. И даже во время факультета, когда я бегала на разные мероприятия, как журналист, делала репортажи, обычно доступности не было. Поэтому мне, в принципе, и приходится очень активно заниматься спортом, чтобы иметь возможность преодолевать эти лестницы. Наверное, могу заметить, что в прошлом году у нас тоже проходил журналист, практику. Тоже окончил факультет журналистики, тоже с проблемами здоровья, сложно ему было передвигаться. Но приезжал с Кишинёва в неделю три раза для того, чтобы у нас на портале проходить практику. То есть, один из тех моментов, когда, если есть внутреннее стремление, желание, то, в принципе, барьеров никаких... Да, физически, может быть, что-то и сложно было передвигаться. Но в любом случае, желание у него это было пройти именно не в Кишинёве практику, а именно в Гагаузии. То есть, такой опыт у нас был. Роман, вы являетесь активистом по защите прав людей с ограниченными возможностями, не дискриминацией. С какими чаще приходится проблемами сталкиваться? Обращаются ли люди? Конечно, обращаются. По большей части я работаю на счёт доступности. То есть, я, помимо этого, являюсь экспертом в экспертном консильме по мониторингу в Молдове Конвенции ООН по правам лиц с ограниченными возможностями, которая является под офисом народного адвоката. И с этой позиции я работаю, по большей части, с публичными властями, где, если пришли какие-то жалования насчёт недоступной среды в каких-то сёлах или городах, мы пытаемся вовлечь в этот процесс. И как часто они бывают, являются. И даже есть против мэрии Кишинёва какие-то жалования. И в этом случае мы тоже внедрились. Есть и случаи, когда я работал с собой девушкой с ограниченной возможностями в коляске. И её не приняли как участницу в тренинге. Простой тренинг. И организатор, она знала об своих проблемах и сразу сказала им, я инвалид с коляской, если мы можем, я если смогу участвовать. И организатор сразу сказали нет. Открыто указав на причину. Да, потому что у нас здание недоступно, где будет проводиться этот тренинг. И исходя из этого, она не поставила заявку на участие. И я уже взял этот казус и поставил в Совет по недискриминации. И уже будет рассмотрено это дело. Вот вы сказали, что часто общаетесь с представителями, наверное, местных органов власти, скорее всего. Как реагируют на такие же, а воспринимаются, меняются, решаются? Есть некоторые, которые решают проблемы. Но есть и такие, которые могут сказать, кто вы, чтобы вовлечь в действие мэрии или какого-то другого института. Потому что у них есть отдельная субординация, и офис адвоката не может вовлечься в их ней. Но согласно кодексу конкуренционалу... Ой, как он. Конкуренционал. Даже я забыл, это уже на русском, эквивалент. Не уголовный кодекс, а административный кодекс предусматривает. Если ты перечишь рекомендациями омбудсмана, то ты можешь быть вовлечен к ответственности по средству судов. Мы не дошли до суда. Получилось решить вопросы. Но есть и такие, которые перечуты. Есть даже такие, которые сказали, что мы сделали. А фактически, когда мы были на месте, они ничего не делали. Такое тоже бывает. Я хочу сказать еще по поводу доступности, дополнить. Был случай, когда была конференция в Национальном институте юстиции. Конференция, посвященная 5 лет после ратификации конвенции ООО. По правам людей с ограниченными возможностями. И пригласили очень много организаций, включая прессу, ООН и представители мотивации. У нас большая часть... Интернациональная делегация. Да, большая часть наших коллег все-таки на коляске, кто с костылями. Но все-таки им нужна адаптация. Но здание совсем на тот момент не было адаптировано. Хотя мы говорили о результатах конвенции ООН по правам людей с ограниченными возможностями. И коллеги думали, как информировать, как дойти до людей, чтобы это было... Ну, все-таки запомнилось, да? И пришли с идеей, чтобы было как бы небольшое письмо поставили. И каждому участнику поставили в пакет по памперсу. Ну, это был закрытый пакет. Ну, это был закрытый. Но в начале мероприятия люди начали вытаскивать, и они как бы... У них был шок написан на лице. И через, я не знаю точно, через какой срок, не так долго прошло, да, мы помогли тоже с рекомендациями с нашей стороны, и было сделано доступность в Национальном институте юстиции. То есть вот этот другой подход... То есть нужно прибегать к чему-то, чтобы подвести к тому, чтобы подвести? Не так доходит, тут уже немножко на эмоции. Ну, действительно, вот люди на колясках, и если туалет недоступен, ну, люди не могут с утра до вечера сидеть и терпеть, это невозможно. Ну, надо сказать, что действительно многим сложно понять, может быть, не потому что всегда, не потому что они не хотят этого понять, а действительно иногда нужно указать на то, что мы не просто говорим о доступности чего-то, мы говорим об элементарных санитарных условиях, об элементарной возможности человека воспользоваться туалетом. Об этом мало кто думает, но вообще, в принципе, о таком даже не должно идти и речи. Поэтому, когда мы говорим о доступности, это одна из ключевых проблем, затронутая сегодня, она являлась красной линией в рекомендациях, которые Комитет ООН по правам людей с ограниченными возможностями сделал в рамках слушания Молдовы в 2017 году в марте в Женеве. Вообще, надо сказать, что 2017 год стал рекордным для нашей страны, когда Республика Молдова была заслушана по нескольким комитетам по правам ребенка, по социально-экономическим, культурным правам, по ситуации в правах людей из различных меньшинств. И доступность в той или иной форме. И надо подчеркнуть, что мы говорим не только о людях с ограниченными возможностями. Мы здесь имеем в виду и родителей, у которых есть, у которых маленькие дети на колясочках, мы имеем в виду человека, который временно ввиду определенных обстоятельств попал в аварию, заболел, мало ли что, потерял возможность двигаться. Мы говорим о пожилых людях, у которых есть определенные мобильные нарушения. То есть здесь захватывается огромная категория людей. Когда кто-то мне начинает говорить, что доступность это всего лишь определенного сегмента, неправда. Вот вы посмотрите, какое количество людей мы с вами захватываем, это больше полстраны. То есть поэтому доступность была ключевым комментарием и ключевой рекомендацией, как по дальнейшим действиям в рамках внедрения Конвенции ООН по правам людей с ограниченными возможностями на ближайшие 4 года, на дальнейшие 4 года, так и в Конвенции по правам ребенка, так и в факте о социально-экономических и культурных правах, где были рассмотрены доступ к качественным услугам в здравоохранении, в праве на трудоустройство, в получении качественного образования, а также в равных возможностях на участие в социальной и культурной жизни страны. То есть здесь везде мы видим, что без доступности никуда. Если ты хочешь пойти и посмотреть какой-то спектакль, опять все упирается в то, что театр недоступен. Если ты хочешь пойти в музей со своим молодым человеком или со своей девушкой, опять-таки все упирается в доступность. То есть вот именно поэтому эти рекомендации были одни из самых основных. Что хочется подчеркнуть, что все больше и больше активистов по защите прав людей с ограниченными возможностями стали использовать такой инструмент, как альтернативный отчет. Для тех, кто нас сейчас смотрит, чтобы было более понятно простым языком, это такой международный инструмент, который помогает тебе на всеуслышание заявить о том, где конкретно и как конкретно нарушаются твои права. Ты можешь это сделать, написав отчет и направив его в Комитет ООН по правам людей с ограниченными возможностями, который раз в 4 года заслушивает, скажем так, наша страна сдает экзамен раз в 4 года, говоря о том, как соблюдаются права людей с ограниченными возможностями. Есть возможность написать этот отчет и в середине периода. То есть не обязательно ждать, когда закончатся 4 года. Есть возможность это сделать и через 2 года после того, как была заслушана Республика Молдова. Это очень важно. Вот вы думаете, что рекомендации остаются просто рекомендациями? Нет. Эти рекомендации входят, затем вносятся в национальные планы действий, в стратегии, в политики, которые дальше разрабатываются. И, скажем так, находятся на ежедневной повестке нашего правительства. А если закончить идею Виктории насчет примера, я хотел бы предложить другой пример, который мы сделали с одним центром по продвижению, по организации и осуществлению тренингов. То есть один центр для тренингов тоже был недоступен. И мы сделали по-другому, не стали угрожать им насчет законодательства. Мы сказали попросту, если вы не сделаете адаптацию, мы откажемся от ваших услуг. И это сработало. Сработало. То есть деньги нет. Если сейчас вы захотите посетить Дом ООН и наш офис, вы увидите, что ООН становится все более и более доступным. Мы поняли еще одну вещь. В принципе, она прозвучала без того, чтобы мы долго о ней думали. Когда мы говорим о доступности, надо начинать с себя. Мы так и сделали. И с 2010 года у нас существует инициатива по многообразию, в рамках которой мы делаем все возможное для того, чтобы Дом ООН был доступен для всех. Мы построили внешний лифт. Хотя здание имеет всего четыре этажа. Я, конечно, часто слышала такие комментарии, что это за каприз на четырехэтажное здание ставить лифт. Я персонально несколько раз объясняла проходящим людям, что это не каприз. Это доступность для беременных женщин, для пожилых людей, для людей с ограниченными возможностями, для абсолютно всех. Да, просто ты устал и в конце рабочего дня не хочешь спускаться по лестницам, и тебе очень тяжело, и, может быть, даже ноги болят зачастую. Мы продвигаемся в этом отношении не только у себя, не только меняя свои офисы, но и консультируя наших партнёров. Мы проводим такие упражнения, которые называются «Юзер Сафари». Они звучат немного спортивно, но чтобы объяснить тем, кто нас сейчас смотрит, это практические консультации, когда мы приглашаем людей, которые представляют людей с различными типами ограниченных возможностей, прийти и сказать от первого лица, что конкретно у нас не так, что мы можем улучшить. И потом, спустя некоторое время, мы приглашаем ребят посмотреть, что уже было сделано, и вынести следующие рекомендации. Нам это очень важно, потому что действительно нужно начинать со своего примера, с себя. И в конечном итоге именно так, когда ты слышишь все голоса за столом, именно так ты решаешь ту или иную проблему и имеешь системный подход к той или иной ситуации. Активно принимает участие? Да, вы знаете, очень активно ребята с различными типами ограниченных возможностей с удовольствием принимают наше приглашение. Мы вместе стараемся посмотреть, как разумно, скажем так, осуществить ту или иную рекомендацию, потому что, конечно же, некоторые офисы, ввиду того, что это старое здание, определённые есть особенности, конечно же, не всегда можно что-то сделать вот здесь и сейчас. Но мы стараемся сделать так, чтобы действительно найти какие-то пути решения для того, чтобы максимально адаптировать и максимально сделать доступным проход ко всем офисам для всех людей. И это получается. А вот мы сейчас рассматриваем возможность для того, чтобы сделать комнату для кормления ребёнка, комнату у ребёнка и матери. Это тоже относится к тому, что мы хотим, чтобы права всех людей были соблюдены. И это не только заключается в том, что у нас есть такое желание, а это прежде всего заключается в том, что каждый должен чувствовать себя комфортно, где бы он ни был. И, конечно же, речь идёт прежде всего о том, что мы не говорим о посетителях, которые вот пришли в наш офис и ушли. Мы всегда имеем в виду потенциальных сотрудников, которые могут и завтра стать нашими сотрудниками. Мы уже рассматриваем такие возможности. Помимо стажировок мы хотели бы видеть всё больше и больше сотрудников с ограниченными возможностями и из других малопредставленных групп среди работников ООН. Насколько было моё удивление, Ксения, когда одно из этих зданий, юзер Сафари, это был бассейн. Не тот бассейн, куда я хожу, но мне было очень приятно, потому что для спорта, особенно бассейн, у нас абсолютно нет бассейнов адаптированных. Вообще нет. Вообще нет. Да, при поддержке программы по развитию ООН и Министерства внутренних дел будет адаптироваться сейчас в бассейн «Динамо», спорткомплекс «Динамо». Будет сделано всё возможное для того, чтобы туда могли попасть все, кому хочется вести спортивный и здоровый образ жизни. Вот затронули тему бассейна, да, и тоже является частью досуга, да, где могут провести люди. А что ещё есть для этих людей? То есть какие-то кружки, я не знаю. Могут люди заняться чем-то вне работы, если они работают, или просто вот… Чем угодно можно заняться, главное, вот как говорила Ксения, что доступность это вообще имеет универсальный характер. И мы замечаем, допустим, когда построен пандус качественно, допустим, в той же поликлинике, как много людей начинает пользоваться им. То есть просто ходят практически только чуть-чуть слякоть или мокро, все начинают именно вот этими поручнями пользоваться. Вот как только появляется доступность, начинают пользоваться абсолютно все люди. Я бы всё же не говорила о конкретных каких-то отдельных кружках для этих людей, как вы сказали. Нам не нужны специальные кружки, где мы встречаемся по интересам. Нет, для людей есть же, куда мы, в принципе, где собираются, которые умеют вышивать, допустим, сегодня. А есть такие кружки для всех людей. Нет, для всех. Адаптация специальная. Вот адаптировать существующие кружки для всех людей, чтобы люди с ограниченными возможностями могли туда попасть. Да, конечно, ещё, к сожалению, нет. Я имела в виду, я перебью и детей, которые, в принципе, должны посещать. Да, да. То есть мы сейчас не говорим только о взрослых людях, которые, в принципе, хотят трудоустроиться, но говорим и о детях, которые должны что-то посещать помимо школ, если они ходят туда. Да, просто дело в том, что, к сожалению, у нас ещё есть вот эта сегрегативная политика, и всё пытаются как-то вот отдельные центры создавать, отдельные какие-то услуги специально для людей с ограниченными возможностями. Мы всё-таки, наша позиция официальная, что мы против сегрегации, и мы не хотим, чтобы создавались точечные какие-то услуги, направленные только на людей с ограниченными возможностями. Мы никогда не добьёмся того, что сосед примет соседа с ограниченными возможностями, что работодатель примет работника с психосоциальными ограниченными возможностями, либо же ребёнок примет одноклассника другой этнической, религиозной или лингвистической группы. Пока мы не начнём в рамках уже существующей цепи услуг внедрять поддержку. Поддержку — вот что нужно делать. Не создавать какие-то новые услуги, а создавать поддержку в рамках уже существующей системы услуг. Конечно, она должна быть улучшена. Конечно, ещё в очень многих районах страны нет качественной поддержки для человека, который закончил школу, уже закончил и университет, а может быть просто колледж, хотел бы трудоустроиться, но нет у него профессиональных навыков, и работодатель зачастую именно поэтому его и не берёт на работу. То есть профессиональное ориентирование, качественное, в рамках существующей сети таких услуг для всех, вот это было бы замечательно. Это, конечно же, делается, но всё-таки нет вот этого системного подхода, чтобы, может быть, даже внедрялись какие-то практики уже на последнем курсе, когда человек с ограниченными возможностями заканчивает колледж, и чтобы создавались такие возможности, когда работодатели приходят, и затем какую-то часть практики, какую-то часть курса ты проходишь уже на каком-то предприятии, либо же в какой-то компании. Эти практики давно успешно внедряются в других странах. У нас пока ещё это всё на уровне таких вот, как, либо же это специальный какой-то отдельный проект, но на национальном уровне, к сожалению, нет, такого нет. Роман, на Ваш взгляд, работаете Вы незаконно со социальной интеграцией лиц? Я приведу один пример, то есть отвечу, сказав, что если взять, например, право людей с ограниченными возможностями участвовать в политическую жизнь, то, если посмотреть, мы имеем право людей с ограниченными возможностями участвовать в выборах. Но если посмотреть с другой стороны, сколько людей участвует в качестве кандидатов, если посмотреть на все наши и парламенты, и правительства, сколько людей с ограниченными возможностями является в этих позициях. Я встречал много людей за границей, которые являлись и депутатами, и всякие чины, которые являлись тяжелыми даже ограничениями. Но, к сожалению, у нас этого нет. И если поставить вопрос, кто продвигает политики для людей с ограниченными возможностями? Те, кто не имеют представления об ограничениях, то есть этот подход. Но в основном есть сферы, которые уже продвигаются вперед. К примеру, по образованию. Несмотря на то, что есть проблемы, все движется вперед. В трудоустройстве. Несмотря на то, что работодатели еще не готовы для принятия людей с ограниченными возможностями, благодаря некоторым организациям, которые активно работают с этими работодателями, они уже открыты, они уже поняли, что люди с ограниченными возможностями являются лучшими работниками в сравнении с другими, потому что они преданы их посту и не сделают то, что может сделать другой. То есть баловаться, мне это не нравится, это я не буду делать и все такое. Да, более того, что если у человека, допустим, у него ограничения, он, допустим, передвигается на коляске, у него был отказан один работодатель, второй, все-таки третий сделал эти условия. Вы представляете, какого работника получает, насколько он лоялен и преданный? Потому что есть, наконец-то, условия доступности, он спокойно передвигается, у него рабочее место адаптировано, и это очень психологически его делает, он будет держаться за это место, и работодатель избежит этой утечки кадров. То есть этот человек будет действительно преданным. И все-таки, вы знаете, вот я сейчас просто, чтобы мысль не ушла, ввиду того, что мы говорим, очень важно создавать возможности для диалога, для того, чтобы люди с ограниченными возможностями знали, общались друг с другом, знали, кто чем занимается и кто в какой сфере работает, что, может быть, на сегодняшний день сделал. Вы знаете, мы поняли, насколько это важно, когда вот я уже говорила об этой программе, которую мы осуществляем, большая программа, мы работаем с людьми с ограниченными возможностями по обоим берегам Днестра. Вот когда ребята встречаются в рамках платформы услуг устойчивого развития, которая набирает скорость и будут вскоре запущены услуги, они, прежде всего, основная реакция, скажем так, основной отклик, который слышишь от участников, нам нужно больше возможностей для того, чтобы узнать друг друга поближе, пообщаться друг с другом, узнать, кто в какой сфере занимается, и, может быть, даже создать какие-то партнерские, какое-то партнерство, чтобы делать совместно что-то. То есть, вот действительно, это ты видишь по примерам людей, которые находят что-то общее, и, в конце концов, почему нет, создают и определенные маленькие коалиции для того, чтобы качественно развивать услуги. Насчет услуг добавлю. К сожалению, у нас с 2015 года была осуществлена реформа по финансированию всех видов услуг, назначенных для людей с ограниченными возможностями, но и не только для этих. И все были взяты с национального бюджета и поставлены как компетенция местных управлений. Да, есть некоторые города или районы, которые могут себе позволить сфинансировать или тот сервис, как будет персональный ассистент или другие. А есть и другие районы, которые бедны. И этим районам с чего взять или откуда взять эти деньги для услуг? Я еще хотела добавить, чтобы не потерять мысли. Когда мы говорим о трудоустройстве, то очень важно, чтобы не только мы медиатизировали историю успеха людей с ограниченными возможностями, но и сами работодатели делились опытом друг друга. И в этом плане можно привести пример. В Кишиневе проходит ежегодно церемония вручения премий организациям, которые, допустим, они лучшие работодатели, они больше всего, кто-то получает премию или трофео, они больше всего людей с ограниченными возможностями в том году трудоустроили. Трудоустроили. Да, или создали условия доступности и другие категории. То есть они тут делятся, приходят и молодые люди, которые делятся своим опытом. И это тоже очень влияет потом на открытость общества. Завершая программу, у нас время истекло, хотела бы задать вам один общий вопрос, чтобы вы ответили все. Что бы вы рекомендовали со своей стороны людям, которые все еще закрыты и не могут позволить себе по определенным причинам интегрироваться в общество? Прежде всего, информироваться. Все-таки стараться быть открытым к информации. Понятно, что, к сожалению, она не всегда доступна и не всегда на том языке, на котором ты говоришь. Стараться быть открытым к информации, потому что информация — ключ к тому, что ты можешь сделать, когда ты был подвешен дискриминации, и когда у тебя есть немотивированные отказы в трудоустройстве, когда ты был дискриминирован в поликлинике, в больнице. Это очень важно — знать свои права, ребят. Не спите на своих правах, как сказал один наш коллега. Потому что, правда, это ключ ко всему. Это ключ к вашей успешности, к социальной, экономической, культурной. Надо знать свои права. Это реально очень важно. Мы вам в этом поможем. Если вы будете знать ваши права, вы всегда будете знать, куда обращаться и с какими просьбами или требованиями. Если не получится на местном уровне, есть высшие национальные инстанции. Если не получится на национальном уровне, есть интернациональные инстанции, которые помогут тебе реализовать твои права, которые гарантированы и Конституцией, и законодательной базой, которые есть в Молдавии. Куда люди могут обратиться? В первую очередь, если говорим по вопросам недискриминации, то это совет по недискриминации. Есть офис омбудсмана, офис народного адвоката, которые всегда помогут в ваших проблемах, и они всегда открыты для этого. Спасибо, Виктория. Ну, хочу сказать, что надо не бояться, во-первых, быть открыты к миру, и всё придёт. А с точки зрения трудоустройства уже знаете, куда обращаться. Я благодарю вас за участие и желаю всего доброго. И оставайтесь на информационном портале гуглузмедия.мд Субтитры создавал DimaTorzok